Эй, ты! Да-да, ты! Хочешь научиться играть в доту и поднять свой рейтинг? MoreMMR.com Топовые гайды от сильнейших игроков, уникальное видео от известных личностей, постматчевая аналитика ошибок, анализ текущей меты и многое, многое другое! Ну а главное, море халявы! Не просто море, а целый океан, в котором можно утонуть! А еще пять аркан каждую неделю! Может быть ты, будущий Миракл! Пора выйти из тени! Игр на этом герое, но тем не менее, все равно, имея топовый рейтинг, ну один из топовых, да, и имея такой сильный винрейт... Да бог с ним с рейтингом, это чемпион Интернешнл, и 97% на керри героя! Он любит играть на МК, судя по винрейту! Будет интересно понаблюдать за ним, и в этой конкретной игре он играет против Харды, которая состоит из двух милишников, но Верка это что? Это типа Верка пятерка? Они решили вообще триплой пойти и зарушить Аннатона. Три на три они в итоге, да. Давно такого, кстати, не видели мы. Раньше как-то постоянно наблюдалось такое, а сейчас уже в нынешней мете. Три на три, да. Там Луна получается на нижней линии, будет стоять соло против них, кстати, шаман после смерти тэпнулся на нижней линии, теперь Аннатона будет сложно тут, потому что трипл-а так и остается. Вот, а шаман уже тэпнулся на бот. Ну, возможно, это было какое-то командное решение, но перетяжка шаману на бот была... ...максимально оправдана, потому что Луна убили. В свое время она оказался. Да. Проблемы сейчас убьют, наверное. Классно. Живет пока что, и последняя отычка осталась. Ну, нет. Наживает. Джекера с телепортом. Они сперва неправильно делали на эннами, они просто давили на очень толстого Джекероса, что весьма ошибочно, потому что Джекера имеет 2 плюс 2 армора под тавером, у него 700 хитпоинтов, и, кстати, он там есть палочка. Он развернулся чуть назад, чтобы еще зацепить, собственно, палкой Спирит Брейкера, и похилиться немножко побольше. Но левел маленький, подхилов все равно было маловато, и сейчас телепорта просто придет обратно на линию. Если бы они фокусили изначально Манки Гинга, то чисто физически он не сможет... не смог бы каким-то образом им противостоятельно заряжать палку, потому что армора у этого героя немного, 600 хитпоинтов со старта, и убивать Манки Гинга очень легко. Перед Брейкер без хитпоинтов, сейчас будет встаньчик в случае чего, и... Ну, ай-яй-яй, как жалко, что Джекера сейчас промазал. Было бы еще палкой продолжить все это дело. Тут не попал. Стоит не забывать, что инвокер в этой игре к вас в экстасе, у Анны будет время немножко покачаться, пока инвокер будет спейсить. И на самом деле против Манки Гинга тут нет полноценных персонажей, которые могли бы прям противостоять ему. Вообще лучший герой против Манки Гинга на позиции Герича, я считаю, что это... Тиррблейд. Слишком легко уж играть на ДБ против МК. Никогда в жизни не пробьет с твоим армором. Хорошая палочка очередная по двум героям, и... забирают. Да, был у них Манки Гинги желательно много таргетов выбирать в цель, если собираетесь использовать первую способность. А если еще несколько героев, получается, застанет. Это очень шкарно. Ну, плюс дамедж потом будет выклубить второго персонажа, если вы добились, естественно, первого. Тапочек имеется, нужно прикупить стики на этой линии, потому что уже столько способностей они нажали, только в РК, нажимает по КД, стан, второй. Тот же, Брэйс Кинг, станчик. Кликает по КД. Ну и... не хочет себе стик брать. Линия подпушивается. Манки Гинги потихоньку фармят. Инвокера, кстати, в мини, забирают через Спирит Брейгера и... Мирана и ставится пауза. Кстати, эта пауза будет такой, достаточно короткой. Он пауза на ТВРК вернется через некоторое время. Ну, пока что не приобретает на себе стики почему-то. Хочет себе... Я не знаю, сейчас многие керричи не берут в себе стика. Он тоже смотрел за Ронзесом, он часто не берет в себе просто стик. Не знаю почему, всегда этот артефакт очень хороший. И по игре, да и в принципе на линии. Тем более, Манки Кинг, которому вот не дают изначально зарядить руку, благодаря лишним буквально 100 единицам здоровья, у меня будет возможность и зарядить руку, и выдать палку. Возможно, стоит сделать упор на покупку стика. Хотя бы не грейшного ВРК, как уже говорилось. Заслал достаточно быстро, и сейчас снова будут напрягать МК. Но теперь есть четвертый лав. Теперь урона будет в РС и больше, спиртрейдер подставляется. Да, руку сейчас зарядит. Теперь можно выдать стан под лунгером, хороший стан, также немножко скелетиков под билы. Прежде всего нужно их убить, потому что, естественно, палка закончилась, рука, точнее, закончилась, и палка в кулдауне. Вот им не нужно нападать конкретно на Джеки Роса. Мне кажется, что основным таргетом вот тут... Че он не... А, через крипа связал. Я думаю, где его повязать? Все более гениально. Только что вот ВРК задуло по Манки Кингу, и там такой кусок просто от него отвалился, и перед брейкером немножко неправильно сейчас давит. У ВС Кинга нет ресурсов, хорошая палка, чтобы просто остановить героев. Можно вот в самое время сейчас настакать на Баратруме, и есть фласочка. Джеки Рос подготовился, сразу же своему саппорту принес хил, и сейчас Роскинг, скорее всего, тоже отправится в таверну. 9 секунд, кулдаунься. Первый спелл, и, кстати... Джеки Роса, его, по-моему, убить должен. Ну, а нет, ВРК, спасающий с палкой будет, ВРК должен умирать здесь. Заряженной рукой. Хорошо. Просто накрыл. И раскачка на Манги Кинга. Когда ты можешь заряжать руку, то можно, конечно, выкачивать и первый, и, собственно, Джингли Мастери, свою пассивку. А если у вас сложная линия, либо к вам просто не подходят, и вы не деретесь, можно выкачивать именно второй Триденс, чтобы в дальнейшем фармить чуть больше. Но тут мы видим, что файты удачные для Анны. И стиком все-таки покупает себе, но только познал не с самого начала, да, поздновато. Решили, видимо, на Шайн сходить немножко по регенец, потому что ресурсы не полный, тангус оставит. Плюс мана, плюс мана у Джакира также. Здесь вообще отличный Space будет для Манги Кинга, потому что есть Никс, под него есть Sunstrike. Популярная тоже достаточно комбинация из двух героев. Они, в принципе, могут вдвоем с инвокером очень неплохо вырезать ту же Мирану, ту же ВР-ку. Да, любого персонажа. Но только проблема в том, что инвокер Квас Векс, и вначале он будет просто непосредственно сам драться без Sunstrike. На самом деле инвокер достаточно быстро набирает себе сферы Квас Вексов именно вот такой вот. За счет того, что он сам болит по карте ходит. Он куда-то, наверняка, чтобы взялось хитить. Цик с твоей проблемой не должно быть. Ну да, файти все инвокер. Миран, кстати, проиграл немножко меньше. Несмотря на то, что спиритбрейкер помог. Вот центральная линия Квас Вексов инвокер очень хорошо стоит против Мираны. На легкий line кулснэм, кстати, в кулдауне. Сейчас у инвокера еще и витрата из чарж ничем не спит. И просто забегает спиритбрейкер тут же ВР-ка дает Шейкл под Эру и должны забрать, если до стыда так что она нету и инвокер нажимает стики просто уходит. Тут же контриннициация от Нюкса и дай жетычку Роша сам по троим есть второй спел и вышка нет, не забивает там стики прожимает себе. Нормально такая игра рубила вообще с вами. Местная рубила. Эта игра будет веселая чувствую. Пики активные. За исключением, конечно, луны. Луна не особо боец. Но луна, будучи соло лейнером на боте, она каким-то образом сделала два фрага. Ей, по сути, никто не помогал и она и фарм получает на этой линии 30 скрипов имеется и немножко по киллам камбэкает. Хотели попробовать попасть на Врест Кинга? Врест Кинга пока нет шестого и можно убивать бесконечное количество раз, потому что Анатона слишком много по ресурсам сейчас на линии. Никакого Баттл Фьюри только сабелькой только рубила. Он понимает, что перефармливать луну нет смысла в стилу, а не самый плохой герой против МК. Я знаю, было бы не очень больше рейнджи, чем у нее есть. Стар, но Врест Кинга нужна помощь сейчас в Рейс Кингу, но никто не прилетает. Скорее всего, здесь он отправится в таверну, делает ТП, но слишком поздно сейчас. Малка еще не потрачена была, Врка что-то делает, она должна здесь умирать, но шейкл получается. Дерево прыгнет и пойдет дальше за ней. Бам-бам. Даблкил? Соло. Пассивку оставляют на двойку у Манки Кинга. Часто ее берут в единицу, но я не знаю, чем это обусловлено. Допустим, недавно Мирикл игру смотрел, он берет себе пассивку в единичку, но мне кажется, слишком мало. То есть от Романди, у нас уже поприятнее, больше лайфсила. В единицу прям совсем лайфсила не хватает. Ну и выкачивает слон, очевидно, потому что это дэмэдж, потому что это в дальнейшем больше вампиризма, но со вторым ты можешь фармить. 8.13, пока что лидирует команда Анатона, вроде бы у них все хорошо. Сам себе ветку сломал, что-то рофлет. Контент, контент все-таки. Понимаешь, что его снимают, решил экшенов. Хороший сейчас шейкл от ВРК, залетел на центральной линии и по итогу убивают благодаря этому шейку двух героев, еще и ВРК сейвит по итогу. Хорошо, классно подрались. Золоту много получили, ой-ой-ой. Это почувствовал, что Анатона хочет и... Как же его... Его просто стерли. Хорошо, с этим, у него сыграет, постоянно попадает своими станами, классное перемещение от него. И уникса, кто не знал, True Strike на ультимейте, то есть даже если ВРК будет в Вендране, то вы Никсом все равно ультой попадете. Если будете из ульты бить, имеется в виду. Там Крапасы были неплохо от Никса прожаты, как раз в тот момент, когда Бара щаджи брал. Интересно, сыграл. Вообще, пока такой вид фарм, пока забирают баунтируны, ничего не происходит, можно сказать про вообще ВРК и Вендран. Против ВРК очень классный герой Шейкера. Мало кто знает, но у Шейкера на тотеме, на его втором спиле, true strike. То есть, как бы ВРК не пыталась нажать там Вендран, то вы все равно попадете в тотемом по ней. Все равно будете бить. В тотем, если правильно все за таймерить, эхо слэм, физурку, второй свой спел, то вы можете его два раза дарить в Вендранже. Вот и берите на вооружение, что от него там такие куски отлетают, и Вендран абсолютно не помогает против Шейкера. Постоянные замесы на крополях сейчас уходят, но Никс тут как тут, слушай, Никс тут прям хорошо отыгрывает в этой игре. Везде он всюду. Сола. Сола от Нюкса. Пока он фармит, его никто не трогает. Сейчас сабля приобретется и уже сможет полноценно драться со всеми. он с базы принял себе все артефакты на саблю, кроме робы. Робу он доформил на линии и тем самым у него саблика немножко пораньше прилетела. Можно прикупить себе телепорт, и, кстати, тот самый билд через саблю плюс Мелл Штром очень часто я стал видеть именно такую сборку. Это еще начиная с Интернешнл, потом начали в пабликах это обузить. Ведь действительно неплохая альтернатива артефакту на фарм. Плюс в ульте Манки Кинга эти молнии будут прокать также прогревать несколько таргетов. Ну и, в принципе, просто артефакт хороший, дешевый, хорош. Копит Мелл Штром, копит БКБшку и начнет драться. Но иногда я вижу на Манки Кинге видео пару раз диффуза, и мне диффуза тоже очень импонирует. Во-первых, это хорошие статы. Ты берешь себе сабельку, даешь двойную тычку, выжигаешь очень много маны, и, что самое главное, Маноберн против Рескинга, против той же Мираны. Ну, просто против Рескинга такое себе, потому что у моего касса слишком урона много есть его убивать будет раньше, чем Ману Бернез. Вот так? Возможно. Не, вообще, это хороший... Вообще, да. Хороший выбор в ульте просто даже замедлять. Там под саблей и диффузами герой просто не будет двигаться. ультимейт от Манки Кинга. Он просто ее зарубил. Кошке не было липов, потратила все липы на файт и по итогу отправилась в таверну. Ну, кстати, не стал дротить пауку, сейчас, возможно, будет фраг. Почему еще стан выкачивается? Потому что ты даешь стан и очень легко триденсом под стан запрыгиваешь. Пытаюсь найти. Неплохо так в эрка вяжет, постоянно попадает. Но был бы в этом толк, продолжения не было. Бэйбэк, рейдж, если тебя есть его, вряд ли здесь драка будет. Не факт, что рейдж, Мирана резается, это наоборот будет драка, причем будет драка максимально полноценная. А, не безвыкновенная. Да. Слушай, хорошая айспаса Джеки Роса по трем героям еще и макропиру постелил, Луна умирает в размену Беликса и инвокер добирает Мирана. Непонятно пока что файт на чьей стороне 2 в 2 размен и спиртбрекер хочет еще сильно зачарить со мной. Джеки Роса заберут еще и в эрку. Да, очередной размен 3 в 3 уже байбэк от в эрки хочет тоже пофайтиться тут. Чайка в этот раз сожалению не попадает. Можно подраться еще с шаманом. Шаман неплохо от поваршота. Интересно файты проходят. Враскинг все это время фармил насколько я понимаю его файти вообще не было то есть он не качает себе ультимейт вообще он максит себе первую третью способность в рейдскинге. У него скиллпоинт поставлен на ультимейт. Качает в самый последний момент если нужно будет. Бывает ее момент когда тебя убивают один раз на враске нет допустим загулял очевидно тебя убьют второй раз. Если ты понимаешь что помощи ультимейтов нет ты просто не качаешь ультимейт чтобы он не был в кулдауне. Это важный моб. Подготовка подраться на миде. Ой-ой Мирана просто чувствовала что-то либо увидела в рейнджет авра нюкса и по итогам липнулась. У кошка все не очень хорошо в этой игре у нее только фейзы появляются на 14-ой минуте. Видимо инвокер я реально дал по щам. 44 крипа у Мирана и при этом счет 24 ну не самый приятный. Ищет жарт у меня дабл дэмэдж но здесь никого нет. А вот можно спокойно линию отпушить. Кач идет. Нужно просто сейчас его постоять может быть максимум там 1-2 фрага сделать в случае если враги на путь. Выход на луну. Есть цепь тп вверх прилетает. Минус Джекира. Ветра не совсем удачные были но не должны здесь догонять. Магик раскастовывается хороший станчик по двоим идите сюда еще и бласт немножко подзамедлил дабл килл для Манги Кинга вот о чем и говорилось если вдруг будет возможность пофайтиться то он пофайтится более-менее с его и как раз таки для Дэмилл Штром остается буквально 100 голды им конечно дела будут просто идти в гору но вот время убили нюкса на бозе через спирит брейкера и и все просто через спирит брейкера убили а не стоп что я понял нюкс убил в рест кинга спирит брейкера догрыз вот как это произошло молнии приобретая собиана интересный выбор вот тайминга у него все очень хорошо и кстати он не хочет себе покупать бкб решил выйти в плотность но тут без бкб вообще никак казалось бы там есть контроль сквозь бкб и бкб не так актуально но вр раз луна ульта миран аэро старф вол ред скинг стан не знаю вообще невозможно играть без бкб был бы это профессиональный матч высокого уровня скорее всего появилась бкб он понимает что он может выявить просто на позиционке и они здесь особо то и 5 на 5 не дерутся хотя он переставил кукбай никс постоянно бегает выцепливает кого-то сейчас будет в миде хороший файд есть ли глиф глифа ждет что ждет кстати молнии прокнули под его первый спелл и просто прыгает по таймингу заканчивает двух героев забавно что когда ты кидаешь палку у тебя работают также молнии да интересный момент логично но как-то как-то не то должны забирать и хороший фраг кстати молнии также помогут в дальнейшем убивать вр вр когда нажимает виндран и когда прокает молния под манки кинга то ты попадаешь молния проходит ловят на лету сейчас вару вот санстрайки уже начинают потихонечку прилетать еще чуть-чуть уже полноценные санстрайки будут подняться ну да а инвокер сраный бит пошел максимально выкачал век все начал выкачивать квас то есть взор возможно хорошо сейчас прыгнул просто подлип миран и удачно немножко ошиблась чарч от спиртбрейкера на манки кинга настоит наверно отменить потому что мк слишком далеко нет поддержки тут никакой возможно он бьют инвокера урескинг атакуют где поддержка нужна помощь луны есть ультимейт но нет детекция полка и скорее всего делается легким успугом и убьют джекироса по двоим очередной раз выдает них луна готова луна в позиционке луна ясно пришел сюда просто на тавер спушит что за ульт от луны луна пошла в очень интересный билд просто файде здесь она пила себе аганим просто за таймер листанами и антон тут должна забирать как же они встали отлично три героя под ветра но к сожалению нет экзорта клинбокер есть всего лишь в единицу метеорит дэмэн же не нанесет сейчас фрескинг писал в чатик типа я убил антон все дела но микро момент подайновокер ему забернул ману он нажал стики но не нажал мангус если бы он в чат не писал бы то скорее всего он успел бы кликнуть и манга естественно с литмэйдом пожил бы тут нюк сцепляя сразу же мирану хочет ее забрать как-то но нужен был наверное ману подбернуть именно в рейскингу но емп полностью хватает чтобы убить товарища в рейскинга после байбэка очень долго он теперь в таверне мирану тоже дотыкали тут параллельно пытаются убить джеки роса и что ты давно таких каток не видел просто рубил постоянные драки плевать кто выигрывает они просто рубятся и те и другие байбэкер тут скорее всего умрет есть стан и вообще успел зарядить руку через буквально 17 секунд это самый приятный момент на этой драке рука заряжена и с палки теперь можно неплохо жахнуть да драка тоже умирает и слушай первый раз вижу на манкикинге хорош на нюксе рубила ветка первый раз на манкикинге вижу на 10 левель талант 300 к обзору во время действия 3дэнс ладно ты играешь против тинкера тебе нужно прыгать по лесам ловить его как-то но не знаю как это все синергирует в обычной игре конечно с третьим со вторым точнее талантом на 15 ловле это хорошо ой-ой-ой неприятную стрелу сейчас поймала она и это верно его отправили залетела так на шарочку еще и тавры его немного бил молодец на кошке ёлочек а ну просто холл снайпер тэй-2 спирит брейкер нюкса зарубили просто с критом и да уж да уж конечно яру сейчас очень сильно все завершало сейчас нам подбернуть мануэвр скинга дается еще я спас нет мануэвр скинга есть стики и мангус нужно нажать стики страйком непонятно попал или нет просто 100 урона сейчас уже на этой стадии игры вообще не ощутимо не удалось полностью ману забернуть да он оставил себе стик у него был мангус всегда мангус нужно покупать когда у тебя манобернера вражеской команде в виде нюкса инвокера и бкб нужно добить все таки нужно как-то вот купить себе blacking bar потому что если ты ловишь один станут вражеской команды тут мак сразу же продлевает другой не хочет задонать tower умбать отмать 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 скорее всего джейска бэнкайф даешь палку у тебя нет бф но ты сильно почти убиваешь палку палкой крипов что молния бракает здравствуйте ну тут понятно что не одна здесь нужно быть очень аккуратным и ультимейт луны и фаверн отправят только вернулся из таверны что это вот тебе аганим да он не может доформить бакб везде активность она продолжается у ее минус 5 это тим вайв ликвид сделали все фрескинг делают ну да ладно миром потихонечку набирает тоже свои обороты кстати но мирана не самый плохой герой против мк хотя бы потому что ты можешь упрыгнуть с арены это очень важный момент но вот конкретно эта кошка у меня закрываются глаза когда я смотрю на луну убил просто закрыл просто закрыл у этой луны вообще ничего нет у меня просто аганимчик ну в смысле ничего нет надо полноценная плотность типа манты ну шаман в размен я думаю что это размен того стоил рассказ от манкикинга понял что липов нет и поэтому можно кошку убить хорошо прокают молнии помимо молнии еще замедление вот сабли идет от каждой тычки солдатов в ульте попытка сейчас инвокера забернуть ману в рецкинга но нормальная реакция он просто ублинковался да уж они уже наколотили огромнейшее просто они сделали 78 фрагов за 24 минут бкб летит сейчас манкикингу и наконец-то наконец-то можно драться несмотря на все эти смерти по сути которые пошли подряд он три раза просто умер по сути без перерывов и у него все равно хорошие тайминги у него бкбшка сабля молнии 24 минут у него 19 фрагов на такой ранней минуте поэтому с деньгами все в порядке бабки не проблема сказала она и пикнул манкикинга кстати ты сам играл интернешнл точнее нет в посту с интернешнл самое интересное что он зарандомил героя и выбрать на рандоме ему выпал шаман шаман тоже зарандомил и в итоге они потом свапнулись ну эти детали мне они неизвестно хочет заберсить вр-ку пока нет виндрана виндран появляется и молния увы не порокает потому что он больше не бил вот так вот шаманчик заканчивает шаманом был выбор заселить фраг или дать хекс чтобы манкикинг подошел до бела он забрал они тут вообще рофлят нормально я смотрю все 9 лет под банкикингом инк победил вау бкб есть прожимается все луна теперь бесполезно купил огонь и моба карапасы еще сработали на них все такие дела ну если бы он не нажал бкбшку то банально он не убил бы луна и сам бы умер слушай навыка тоже здесь не должны отпускать прожимает себе блэдмейл но манкикингу на блэдмейл в принципе пофигу позаигрывал так немножко с ним палкой над головой повертел и пушат центральную линию я даже не хочу считать товара потому что ну товара тут конкретно в этой игре ничего вообще не решает тут просто у кого байбеки закончится то ты выиграл но он стопом байбай кажется он стопом дерутся в спиритбрекер начал сейчас зачаржить здесь тоже нет руны пойдет ли не клана отпушивать типов здесь ну да сейчас будет видно мирану на лайне на мидиа и может быть в принципе тоже покачаться немножко но что-то вот тачканул немного как же быстро перемещается по карте этот герой конечно так смотришь где он находится фиг знает где драки а буквально там пару секунд он уже в замесе кто-то 15 на лавале очень сильный который дает тебе 600 к дальности это по сути блин кантимага даже нет даже наверно быстрее чем антимага он перемещается по карте да это был дал он триденции слишком маленький полторы секунды чтобы считать анимацию попытка убить варку немножко ее не затаймерили понять полы находит дабл дэмэдж она и добирает тут же варку можно раскастовать хороший ультимейт нажимает палочку своего врезкинга бкбшку не кликнул вижу его стать нет ошибками к сожалению никто не дал досты бкбшка кликнуто я думаю что палку зарядит и успевает убрать спиритбрекера инвокер нажал вниз поэтому бар не смог зачаржиться и тут нужно быть максимально еще с палкой убьет он дабл дэмэдж не тратил до последнего ловят свешей поллицо и должен умирать здесь пока что но не хватает не хватает п человек как-то не пошло в ресинге нет ману всю ману просто забернули есть и емп и манаберник саб блин как же сложно на вк как бы ты хорошо не играл ты тут без ресурсов пока нужно фастиком бкб тоже на вк но все плейнгерой поэтому эх мирана мирана надо было бежать и не оглядываться жадность убить убить а ну это значит достойно всех побед можно игнорировать то что победишь главное убить его с каждой смертью где-то где-то плачет она проигрывать паблером умирать от паблеров я думаю что это это не очень ну че уже заходит на сторону это минус сторона 66 секунд не будет в р к в р к б б к я так понимаю нету хотя нет у нее подожди нет да у нее нет б б к нет б б к у ра скинга есть б б б к но он не стал б б к ц понимаю что сложно будет дефать потому что у нас слишком мало сладов хотя хорошая эру залетает пяти секундочка и забирают инвокера нужно продолжать давление потому что косвенные герои пытаются убежать нажимать мунлайт и спас зацепил спиритбрекера эру на просвет неудачно но точно за минуту успевают бесконечные баши против бары сложно играть они 5 граев со станами если учитывать то что лунам башит любим тогда точно 5 у луны тем временем есть аганим линза птш костики и она уже выходит в рефреш шарп у нее есть в рефреш точнее у нее есть персиверанс то есть рефреш не за горами минутик 35 я думаю он появится точно и тогда если вдруг застанет аму его можно будет просто взорвать там любого любых можно будет взорвать а просто основные цели они не настолько полезные можно потратить два ультимейта луны просто чтобы убить мк этого будет достаточно дальше уже и мирана будет настреливать и тоже рискинг будет более полезным в виде таунтона и тут нужно быть поосторожнее стрелы летают разведочные война лука continue чтобы забрать баунти руна сейчас стоит байдет скорее всего баунтос кошка дд разбила можно было бы забрать в ботл 30 минута игры баунтос кстати так и не забрал он все-таки кликнул по баунти и нужно бы может какой-то смог нажать потому что скади появляются и скади очень хороший артефакт банально он сможет просто в упор бить героя и тот будет стоять на месте Отличное замедление, отличные статы, инициация, кстати, в Джеки Роса, аэропат доджина и не успел нажать БКБ, как бы это не стало, сейчас критическая ошибка, но подстанет, успели подстанет спирит брейкера и после этого нажимается БКБ, раскастовочка и просто какой-то от происходит. Забрали Врескинга, у Врескинга есть талант на 20-м ловли на отсутствие моноколста ульты и мы его тут заберут второй раз, скорее всего, хороший ультимайндот луны, отзвонила всех персонажей, должна забирать сейчас хотя бы одного героя, забрали двух, забрали почти... Как же много дэмэджа? Три героя, наверное, отправились. Да, дэмэдж какой-то гигантский. Магиккинг еще живой, потратили враги с полу, у Врескинга стану еще кулдаун 2 секунды, у Врескинга появляется стан, но он умирает, не успевает, к сожалению, имеется палка, стоит забрать, наверное, луну, но молния еще прокает Отто. Еще раз руку зарядил, отлично. Можно экспогнаться, а сейчас с ВРкой не стал. Это был достаточно легкий фраг на ВРке, потому что не было вообще спилов, маны не было, возможно, не прочекал и подумал, что она его в случае чего застанет. Тем временем нижняя линия толкается очень сильно, там до 2 катафалки и сейчас уже будет напряг на Т4. Классный файт получился, но главное Антону вовремя кликнуть ВКБшку, если он успевает ее нажать, то у него все очень хорошо, если нет, то он может умереть просто застан. Да, 100 фрагов даже больше, за 30 минут. 2 фрага на 32 минуте. Кланы 28, немало. Тоже 3 часа нового набил. Ну и Butterfly Next артефактом, там не особо много физкоров, но бабочку собирают не только с этим учетом, у него будет больше мувспида, больше мобильности, огромное количество атак, спида и дэмэджа. Дело в кача бабочка, это просто необходимый артефакт. Я Eagle Song купил себе. Eagle Song, точнее. И, блин, а я заменил, что они что-то с маками не кликают, может быть я как-то пропускал эти моменты, но... Да, вроде нет, вроде и не кликали. С маками было бы как-то попроще подраться, и на топе Moonlight пытаются обидеть Джекки Роса, огромная рейнджа у Луны с ее бимов, маленький вообще кулдаун, под КД. У Луны кулдаун на бим 2 секунды. Бежит на всех парах, прыгает по деревьям, уже почти добрался до файта, и он уже здесь на месте, попытка сейчас будет бить VR-конг, VR-конг появится, не появится? Нет, не появляется. Чуть дальше она была. БКБшку, надо уже прожимать сразу. Луна стоит, ничего не делает, нет, Луна в итоге отходит, они продают, просто, га, здесь, хотя... А вот сейчас БКБшка, БКБшка только на ульт Луны. Вот его задолка, у Луна, кстати, в позиции, хотя нет, наоборот, в диспозиции, потому что он все равно допрыгнул до нее, ее забирают, не было смысла даже шайн кликать, потому что тут бы она никак не выживала. И опять очередная хорошая арена от МК, спиртбрекера был также отзонен, насколько я понимаю... Достал, не достал, не достал, блин, вот, красиво. Но талант на скорость чарджа тяжелого было. Да, Бара очень мобильный. Что здесь, передейка, это все равно должно забрать, честно, Ботя, нажимает Блэдмелон, Мокер бить не может, останутся, есть еще и Лула и Карапас, но поддержка от ВРки. И Санстрайк, отлично с бастом, но не хватило немножко дэмэджа, спиртбрекер еще живой, и Шаман тут же поддерживает, будет сеточкой. И Лула тоже забирает. Но он что-то особо не заморачивался, просто потратил все заряды сразу. Добил крипов, а чем заморачиваться. Чардж от спиртбрекера. Да что ты бежишь? А, там Миран дерется. Второй фронт организовали, убили Мирану, также убили Анюкса, и нужно забрать гем. Будет вижен по спиртбрекер. Спиртбрекера тут должна забирать, и временем она уже сломала. В одну сторону, и... Он даже не хочет айти, а зачем? Он просто хочет закончить эту игру. Варя скинущи живой, БКБ шкаунт, она имеется. Будет ли сейчас варя с кем крываться, он ожидает. Нормально, так всю игру рофлик. Причем это, и со всех сторон. Одновременно крутились. Ой, может какие-то скрипты есть. Знаешь, в Counter-Strike на стрелку вправо нажимаешь, и у тебя герой крутится, начинаем. Угу. БКБшка все еще имеется, а у Луны совсем скоро ульт. Товарищ, на Луне. Как они там ультимка все и помрут. Бам, Сонстрайк, да. И без ВБК умирает Луна. Не умрет, я думаю, он выживет. Ну, и, наверное, заводит такой, убивает Мирану. Хорошая игра от Monkey King, стабильная игра. Нужно будет как-нибудь записать, наверное, Тобсона еще, чтобы сравнить в альтернативе. Лучше Monkey King против задрота Monkey King. Ну, лучше, в смысле, по винрейту. А Тобсон именно задротом является. Очень любит этого героя. И при этом всем они являются еще и тиммейтами по команде. Один мидер, другой керри. Тобсон обязательно заснимем, как только представится такая возможность. Спасибо всем за просмотр. Игра на этом уже заканчивается. Трон уже падает. Тут Курьеры прилетают. Monkey King тут на базе. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Спасибо всем за просмотр.